Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. У Казахстана сильная и мобильная армия. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Касым Жумар Токаев дал высокую оценку учениям Айболта-2019. Глава государства прибыл на полигон Коктал в Алматинской области, чтобы лично проследить за крупномасштабной операцией. Все подробности материали моей коллеги Ирины Панфиловой. Как только президент Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Касым Жумар Токаев прибыл на учебный полигон, на Коктале развернулась крупномасштабная стратегическая операция. По сценарию командно-штабного учения Айболта-2019 на территорию Казахстана проникли боевики. Непрошенные гости заняли позицию в горах, где планировали создать передовой базовый район и дестабилизировать обстановку. Задачи, стоящие перед нашими защитниками Отечества, были максимально приближены к реальным боевым условиям. Обстановка схожа с кризисной ситуацией в Центрально-Азиатском регионе. Осложняли действия военнослужащих погодные условия. Резко похолодало, начался ветер, моросил дождь. Видимость была снижена в несколько раз. На протяжении часа над Алматинской областью гремели взрывы, пахло порохом и гарью. Для борьбы с врагом казахстанским военнослужащим пришлось идти на суровые меры. В ход пошла артиллерия «Град». Это аналог «Катюши». Дальность выстрела агрегата до 6000 метров. Применяли и противотанковую батарею «Рапира». Обстреливали боевиков неуправляемыми авиационными ракетами. Также сегодня в арсенале защитников Отечества фронтовая и армейская авиация. Вертолеты Ми-17 и Ми-35, самолет-истребитель Су-25, военно-транспортный самолет Сид-295. И современная самоходная артиллерия. Такая техника отличается высокой мобильностью. Увидеть в небе над ущельем «Катюши» сегодня можно было и десантно-штурмовые войска. Впервые в Казахстане груз выбросили парашютным способом. И вот, наконец, задача выполнена. Враг уничтожен. Подружает на господствующей высоте государственный флаг Республики Казахстан. С успешным завершением третьего этапа «Айболта-2019» военнослужащих поздравил президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Касым Жумар Тукаев. Солдаты и офицеры, сегодня вы продемонстрировали воинское мастерство. Мастерство показали свою способность успешно противостоять потенциальным угрозам. Поручаю министру обороны поощрить лучших участников учений. Мы будем и дальше повышать престиж воинской службы, поддерживать военнослужащих и их семьи решать социальные вопросы. Поздравляю всех с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества и Днем Победы. Да здравствует наша доблестная армия. Да здравствует первый президент Республики Казахстан Ельбасе, человек, который создал современные вооруженные силы. Да здравствует наша Родина, Республика Казахстан. Ура! Напомню, крупномасштабное стратегическое командно-штабное учение на полигоне Коктал стартовало больше двух недель назад. Участие в «Эйболта-2019» приняли порядка 8 тысяч военнослужащих из разных подразделений казахстанской армии. Также в операции были задействованы больше 2000 единиц вооружения и военной техники. Зенитно-самоходная установка СУ-234 «Шилка» предназначена для прикрытия мотострелковых танковых подразделений от воздушного противника, самолётов, вертолётов, низколетающих крылатых ракет, дистанционных пилотируемых аппаратов. Проведена очень большая работа с личным составом. На технике проведена техническая подготовка, метрологическая, баллистическая подготовка. Я думаю, мы задачу выполнили. Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны ознакомился с работой нескольких объектов учебного полигона Коктал. Это передвижной военно-полевой госпиталь. В сутки здесь могут принять до 300 человек. Развернуть модульную конструкцию можно в любой точке, где происходят военные конфликты. На полигон госпиталь привезли на нескольких КАМАЗах. Уже через 4 часа здесь смогли оказать помощь первым пациентам. Материальная база позволяет проводить не только диагностику, но и сложные операции. Также главы государства ознакомились с работой полевого механизированного хлебозавода. В сутки на предприятии выпекают до 5 тонн продукции. Здесь же Касым Жумар-Токаев посетил продовольственный склад, швейную фабрику и цеха по ремонту и обслуживанию техники. В завершении визита верховный главнокомандующий вооруженными силами встретился с военнослужащими срочной службы. Президента угостили солдатским обедом. Ирина Панфилова, Ержан Канапиаулы и Бахтбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Алматинская область, Хабар-24. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял академика Серика Кирабаева. С известным ученым Ельбасе обсудил текущее состояние и перспективы развития отечественной литературы. Особое внимание во время встречи было уделено актуальным вопросам образования и науки. Серик Кирабаев выразил поддержку решению Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Нурсултан Назарбаев принял также академика Оли Хана Калижанова. Он проинформировал первого президента текущей научно-исследовательской деятельности Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова. Ельбасе отметил вклад академика и поблагодарил за плодотворную работу во имя процветания Казахстана. Касым Жамар Токаев стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты Казахстана. В поддержку действующего главы государства собрано больше 313 тысяч подписей из 17 регионов страны. Удостоверение кандидата в президенты выдали доверенному лицу Токаева Маулену Шимбаеву. Первый заместитель председателя партии Нур-Отана отметил, что во время агитационной кампании президент не будет приостанавливать свои полномочия. Касым Жамар Токаев мне поручил возглавить республиканский общественный штаб. К этой работе мы теперь приступаем. Агитационный период кампании, как все мы знаем, начнется с 11 мая, с 18.00. Вся наша деятельность в этот период, все меры и все действия общественного штаба будут остаться строго в соответствии с законами страны. Мы будем делать все необходимое, чтобы эти выборы прошли прозрачно, открыто, справедливо, в полном соответствии с законодательством Казахстана и с международными нормами. Центральная избирательная комиссия озвучила имя второго кандидата для участия во внеочередных выборах главы государства. Им стал Садыбек Тугел. Поддержали его порядка 120 тысяч казахстанцев в 15 регионах страны. Напомню, Садыбек Тугел первым подал заявление об удвижении своей кандидатуры. Соответствующее удостоверение ему вручил председатель Центра избиркома Берек Имашев. Собрав подписи людей, я прошел комиссию, выражая благодарность всем, кто поддержал меня. Была проделана большая работа. Этот период навсегда останется в моей памяти. Агитационная программа начнется 11 мая. В Аллатинской области завершили сбор подписей за кандидатов президенты от демократической партии Акжол Данью Яспаеву. Она заручилась поддержкой 17 тысяч человек. На сегодня в регионе зарегистрировано 44 доверенных лица кандидата. Кроме того, в каждом районе работают координаторы, которые будут активно участвовать в агитационных мероприятиях. Готовится выпуск билбордов, брошюр и листовок. Агитационный период начнется 11 мая. Сейчас идет набор наблюдателей, которые в день выборов будут следить за ходом голосования непосредственно на участках. Мы уже составили график наших поездок. Охвачены почти все районы. В основном мы упор хотим сделать город Талдыкурган. Это организации здравоохранения, образования. Потому что у нас очень много вопросов сейчас возникает в этих сферах. Алматинский штаб Коммунистической Народной партии собрал больше 17 тысяч подписей в поддержку своего кандидата. Как заявили представители КНПК, это больше нормы, поскольку количество подписей должно составлять всего 1% от общего числа избирателей по Алматы. То есть хватило бы и 15 тысяч подписей. Мы задим избирательную комиссию по городу Алматы. У нас есть часть активистов, мы их поделили по районам. И вечером они, в 8 часов вечера мы собираемся в штабе. И они каждый раз, нам каждый день дают отчеты. Таким образом, мы уже за 3-4 дня будем собирать вот такое количество голосов, которые мы должны были собрать. 5 тысяч подписей в поддержку кандидата от КНПК собрал Атыраусский областной филиал. Документы уже переданы в Центральную избирательную комиссию. Но работа в рамках подготовки к выборам продолжается во всех 30 первичных организациях, объединяющих 6 тысяч человек. Мы уже готовимся к предвыборной гонке. Идет подготовка агитаторов, людей, которые будут расклеивать листовки, устанавливать билборды. У нас будет активная предвыборная кампания. Мы постараемся охватить как можно большее число людей. В Жамбулской области продолжают сбор подписей в поддержку кандидата от партии ОУЛ, Тулитая Рахимбекова. В регионе работают 10 его доверенных лиц. Они уже начали подготовку к агитационным мероприятиям. Сейчас завершается сбор подписей в поддержку нашего кандидата. Определены доверенные лица. Они приступили к работе. И к другим темам. Многодетные матери начали получать адресную социальную помощь в новом формате. На днях документы оформила еще одна семья из столицы супруги Абишевы. Увеличенную сумму они планируют потратить на воспитание и развитие своих восьмерых детей. Подробнее расскажет Татьяна Ковалева. Это самый маленький. Супругам Абишевым пришлось переехать из Кокшетау в столицу из-за слабого здоровья детей. Им часто требовались специализированные консультации врачей. И все эти годы семья буквально выживала. Квартира съемная, заработки мужа временные. А пособия, которые выплачивают многодетным, не хватало. Если раньше Абишевы получали 16 тысяч тенге, то по новым расчетам эта сумма увеличится до 186 тысяч. Этой новости в семье обрадовались. Так как государство нам пошло навстречу, такие вот нам выплаты, это уже снимает с нас много хлопот. Мы можем, например, уже не думать о каких-то заработках дополнительных. Мы уже можем полноценно посвятить себе детям, воспитанию их. Подать документы на обновленную адресную помощь совсем нетрудно, рассказывает многодетная мама. Она обратилась в Акимат по месту жительства. После домой к ней пришли соцработники. Они оценили ситуацию в семье и объяснили, какие документы нужно сдать в отдел занятости. Если будут в будущем поддерживать многодетные семьи, матерей-одиночек в плане жилья и этого пособия, уже будет намного лучше. Намного мам. Вот я говорю, даже мне, если такое пособие начислили, уже от многих хлопот меня избавляет. Я уже могу полностью посвятить себя своим детям, расходовать это пособие на детей, на развитие их, на курсы. На сегодняшний день адресную социальную помощь в обновленном формате уже получили больше 90 тысяч семей в стране. Сумма выплат превысила 10 миллиардов тенге. В общей сложности до конца года эта цифра вырастет до 130 миллиардов. Татьяна Ковалева, Ерлан Наур-Избаев, Хабар-24. Величина прожиточного минимума в Казахстане с начала года увеличилась на 5,2%. И по данным на апрель, в среднем на душу населения составило 27 822 тенге. В структуре величины прожиточного минимума в предыдущем месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала примерно пятую часть или 20%. Молочных, масложировых изделий и яиц около 16. Фруктов и овощей 9%. Хлебопродуктов и круп 7,5%. Сахара, чая и специи 2%. Находящиеся в Атараусской области депутаты Сената обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата. В регионе они посетили промышленную площадку в Каработане и нефтехимический технопарк, где в период создания газохимического комплекса работу получат 3000 человек. За круглым столом обсуждали вопросы привлечения стратегических инвесторов в обрабатывающую промышленность и создание совместных предприятий в приоритетных секторах экономики. Как сообщили сенаторы, правительством уже разработана и утверждена специальная программа. Сегодня мы наглядным образом убедились, как работает Атараусская область и занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций. Самое главное, конечно, сейчас ей выйти на другие рынки, не только области регионов Казахстана, других регионов Казахстана, но и зарубеж. И активное участие в политике импортозамещения, чтобы наши отечественные товары вытесняли, так скажем, в прямой честной конкуренции зарубежные товары своей ценовой политикой, качеством. На рынке Турции появится военная продукция из Казахстана. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым отечественной делегацией по итогам участия в 14-й международной выставке оборонной отрасли International Defense Industry Fair 2019, прошедшей в Стамбуле. Договор об экспорте оптико-электронных приборов в Турцию подписала компания «Казахстан-Асилсан Инжиниринг». Отмечу, предприятие входит в структуру Министерства цифрового развития оборонной и аэрокосмической промышленности. Всего в рамках участия в этой крупнейшей международной выставке наша делегация провела больше 20 встреч с иностранными предпринимателями. Участие в выставке «Айдея-2019» очень важно для Казахстана, потому что страна активно развивает оборонную промышленность. Выставка даёт возможность увеличить поток иностранных инвестиций. Благодаря новым технологиям мы можем вывести отечественную военную продукцию на рынок Турции. В Алматинской области создают национальный центр «Яблонисиверсон». Проектом занимаются сотрудники и студенты аграрного университета. Кроме того, ВУЗ получит из гусказны около 2 миллиардов тенге на открытие двух инновационных лабораторий. С планами учебного заведения ознакомились мажористмены, представители городского филиала партии «Нур-Отан» и молодежных организаций. Во время презентации ректор ВУЗа сообщил, что сейчас идёт процесс преобразования. Кадровый состав и образовательная программа должны соответствовать международным стандартам. Для этой цели университет заключил соглашение с мировым лидером в области подготовки аграриев, специалистов лесного хозяйства и экологов. Делегаты были приятно удивлены, узнав, что на базе ВУЗа создают показательную ферму. Это региональный учебный центр. Депутат-мажорист Загипа Балиева отметила важность реформ, которые сегодня проводят в системе высшего образования. После съезда «Нур-Отан» 18-го съезда мы определили, правительство до 2025 года определили три основных направления. И вы знаете, этот год о верном году молодёжи. И поэтому, чтобы разъяснить эти три направления, а также узнать мнение молодёжи, их проблемы, чаяния, как они получают образование, какие у них взгляды есть на повышение образования, на дуальное образование, на решение проблем молодёжи, в том числе и жилищные проблемы. Вот по этим вопросам мы встречаемся с университетами. Суперсовременные смарт-фермы, откормочные комплексы, оборудованные цифровыми технологиями и теплицей с умными отопительными, световыми и поливальными установками. Это только часть бизнес-проектов, представленных учащимися школ Алматинской области на Олимпиаде по урокам труда. Она прошла в Раимбекском районе, участие в ней приняли больше 70 команд. Такой конкурс аграрного направления в регионе проходит впервые. Его инициатором выступил один из общественных фондов. Итогом интеллектуального состязания станет поддержка бизнес-инициатив школьников со стороны крупных предпринимателей. Я учусь в школе, но уже занимаюсь откормом скота. Давно мечтал о том, чтобы совершенствовать свою работу и создать многофункциональный откормочный комплекс. Я разработал проект «Здесь все основано на цифровых технологиях и зеленой экономике». Я думаю, что он принесет пользу в сельской местности. Жители Павлодара жалуются на некачественное строительство жилья в новом микрорайоне Сыра-Арка. В квартирах, которые сдали прошлой осенью, уже протекают потолки. В подъездах осыпается штукатурка, фундамент заливает дождевой водой. Свои претензии они адресовали в городской Кемат. И сегодня Аким лично убедился в недобросовестности застройщика. 29-го часа отключили отопление. И тут повелось. Причина какая здесь? Одна из вариантов, что так квартира сейчас протекает. Сегодня вызвали сантехников. Эта новостройка в микрорайоне Сыра-Арка погрязла в коммунальных проблемах. Вроде и дом новый, вроде и трубы не должны течь. Но факт остается фактом. Затопило сразу несколько квартир. Жильцы винят во всех бедах застройщика. С благоустройством мы сами все видели. Как у нас все сделано, как попало. Вроде как с благоустройством договорились. Они вот сейчас уже начали работать и мусор вывозить. Сегодня, кстати, только. Вот. Проблемы еще были с отоплением. Вот такие вот все вопросы. Просто устали уже люди бороться, всем жаловаться. Нету никакого действия. Но вот приехал Аким, я надеюсь, что все будет нормально теперь. Дом заселили прошлой осенью. Квартиры здесь получили жители ветких домов района Алюминстрой. Их сносят, высвобождая место под новые многоэтажки. Все новостройки находятся на гарантийном обслуживании у застройщиков. Поэтому местные власти вправе требовать от них устранение всех недоделок. Вообще замечание устранить в течение двух недель. Отмостка 20 мая. С грунтом разбирайтесь до 20 мая, понятно, да? С насосами разобраться тоже в течение двух недель. Точку ставь тоже. Хорошо. Через две недели, Ермурад Саварбекович, выезжайте, контролируйте, потом не докладывайте. Все? А на другом конце города инициативные жители решили освободить двор от автотранспорта. Припаркованные машины создают много неудобств и опасных для детей. Старший по дому Асхат Матенов недавно через соцсети написал обращение в личный аккаунт Акима города. Теперь вот вместе решают, как будут переустраивать дворовую инфраструктуру. Вот это вот здесь предлагается развязать парковку, а там вот это получается разворот увеличить, да? Да, вот до Березки получается разворот сюда ближе сделать. Скорая помощь, пожарная какая-нибудь ситуация, не дай бог, произойдет. Сам двор у нас как мешок получается. Туда заезжаешь и тяжело потом выехать оттуда. В этом году в Павлодаре планируют обустроить 100 контейнерных площадок, расширить подпарковки проезжей части у школ и детских садов, а также связать дворы пешеходными дорожками. Аким города пообещал жителям, что за благоустройством в микрорайонах будет вести личный контроль. Ербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Амельницкий из Павлодара, Хабар, 24. Представители этнокультурных объединений Североказахстанской области обсудили итоги 27-го республиканской сессии Ассамблей народа Казахстана. Участники круглого стола не только делились впечатлениями от поездки в столицу, но и наметили план работы. В частности, председатель Совета матерей подчеркнула, что воспитание начинается с семьи, поэтому родители тоже должны учить детей толерантности. Мы должны этим очень дорожить и должны культивировать это в своих детях, взращивать как поведенческий навык, не делить людей на национальности, на религии, не делать ничего, что может оскорбить его честь и достоинство. Поэтому мы очень продвигаем, чтобы прежде всего мамы в себе имели эти качества и умели взрастить это в своих детях. Новые филиалы Академии юных патриотов планируют открыть по всему Казахстану. Об этом стало известно на республиканском форуме, который прошел в Акмолинской области. Академия появилась три года назад на базе учебно-оздоровительного центра «Балдаурен». Сегодня в ней числятся около двух тысяч школьников. У многих из них хорошая успеваемость и спортивные достижения. Если в каждом регионе страны появятся филиалы Академии, то число юных патриотов возрастет, считают активисты. Я только что предложил министерству образования республики Казахстан и Балдаурен Республиканскому учебно-оздоровительному центру, чтобы они открывали по области свои точки, чтобы штабы были открыты, чтобы наши патриоты могли участвовать везде и чтобы они собирались во всех регионах. Я думаю, что охват по области, по регионам, по республике было бы огромным и патриотам было бы легче работать. На следующий год мы будем проводить, я вам это твердо обещаю, в Центральном концертном зале Казахстан провести форум патриотов, пригласить со всех уголков нашей Родины. И они сегодня сказали, почему только школы, почему ни колледжи, ни вузы. И сегодня я, когда буду сегодня разговаривать, хочу призвать всех наших ребят, естественно, только тот, кто желает принять участие и быть патриотами нашей страны. Седьмой симпозиум любителей национальных видов спорта прошел в Мугалжарском районе Актюбинской области, на территории урочища Оркаш. Задача организаторов – привлечь внимание туристов. Исатай Жапарбергенов не представляет свою жизнь без стрелы и лука. Считает, что четкое представление цели и конкретность действий – главное качество настоящего джигита. Участник симпозиума на протяжении нескольких лет занимается пропагандой национальной культуры и возрождает забытые страницы истории казахского народа. Такой вид спорта, как стрельба из лука, является древним и достался нам от наших предков. Многое забыто, но следование традициям – наш долг. Отрадно, что в последние годы молодежь проявляет большой интерес. Думаю, что результат работы нашего объединения не заставит долго ждать. Организаторами мероприятия являются члены общественного объединения туристов, охотников и рыбаков. Спорт и природа – лучший вариант времяпровождения, считают мужчины. Помимо демонстрации своего мастерства, они делятся опытом и обсуждают актуальные вопросы. Я стоял у истоков этого движения ТОР. Все началось в 2012 году, когда мои друзья приехали на охоту к нам в Шумкент. И с обычной ватсапной группой сейчас мы представляем движение, целое движение по Казахстану, которое объединяет более 400 активных участников и последователей. Современные герои казахской степи на этот раз решили встретиться на территории Актюбинской области. Выбор пал на урочище Уркаш, которое известно о своей необыкновенной красотой и богатой флоре. Ну а главная цель мероприятия – возрождение традиции и развитие внутреннего туризма. Это будет мощный старт для этого именно региона. Хотим развить туризм и национальные виды, естественно, спорта и традиции наши. Очень уникальное место, особо охраняемая зона, она из-за непосредственно флоры, потому что здесь растут более 300 видов растений, 30 из которых очень редкие. Симпозиум салов и серы, в котором задействованы свыше 100 гостей, из всех уголков Казахстана продлится три дня. По итогам мероприятия лучших наездников и стрелков наградят ценными призами. Ровно год назад награда за лучшую женскую роль единогласным решением жюри 71-го Каннского кинофестиваля была отдана казахстанской актрисе Самал Яслямовой. Нашумевший фильм «Айка» режиссера Сергея Дворцевого уже показан во многих странах Европы, а в эти дни картина выходит в бельгийский кинопрокат. Наш СОПКОР Жанат Эрнст побывал на сеансе. Премьера фильма состоялась накануне в брюссельском кинотеатре «Синема Палас». Но сегодня особый день. На встречу с бельгийскими зрителями приехала главная героиня картины – казахстанская актриса Самал Яслямова. Работая над фильмом, который вышел в свет в киносодружестве пяти стран – Казахстан, России, Германии, Польши и Китая – длилась долгих шесть с половиной лет. То подлинного снега не хватало в Москве, то средств. Да, действительно, мы очень долго делали эту картину. И мы бы ее, наверное, не смогли бы сделать, если бы не было этого большого желания. Конечно, за это время эта картина и наша группа, мы стали как, я не знаю, очень родными людьми. Это действительно было очень сложно, но было очень-очень интересно. Очень-очень интересно. Потому что мы все понимали, что мы делаем что-то настоящее. То, что я получила приз – это приятно. Это признание твоей работы. Но это не сама цель. Сама цель – хочется сделать хорошую работу прежде всего. А хорошая работа – это искусство, это труд, это служение искусству. Искусство не подчиняется какому-то, скажем так, просчету. Демонстрировался фильм на кыргызском и русском языках с субтитрами на французском и нидерландском. Но музыка подлинных эмоций и чувств на экране нашла свой отклик в сердцах бельгийцев. После финальных титров картины зал замер на какое-то время, все еще переживая увиденное. И взорвался аплодисментами, выражая признание мастерству нашей актрисы. Для меня это открытие. Это шокирующий фильм, проносящий через эмоции человеческой драмы. Он переходит через границы, через культуры и даже через время. Мы беспомощны перед этой драмой и не знаем, как помочь героине. Не знаем, как она справится, но она борется. Фильм показывает все ее чувства с очень малым количеством текста в очень тесном пространстве. Но мы чувствуем их до глубины души. Все, что мы увидели с экрана, я, мои подруги, мне кажется, мы все почувствовали одно и то же. Мы это почувствовали и поняли своим телом. Сама тема мигрантов, людей, которые приезжают в чужую страну, не имея поддержки, не имея никакого тыла, она тоже близка к каждому из нас. Это очень актуально сегодня. И мне хочется просто низко-низко поклониться в пол и этой девушке, которая, несмотря ни на что, выстаивает. В планах Самалы Слямовой очень много работы. Только что она, по ее словам, закончила сниматься в двух казахстанских картинках. Впереди работа в российском и международном проектах. Жена Тернежо Мартахметов, Хабар-24, Бельгия, Брюссель. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин